всем добрый вечер начинаем наш долгожданный эфир с уважаемым гостем диджеем александром поповым буквально через минутку он к нам подключится пока все собираются готовьте свои вопросы их можно будет писать в комментарии и будем их по ходу озвучивать александру в процессе нашего с вами общества общения из последних новостей в области фестивалей и туризма могу сказать что с 15 июня европа планирует открывать свои границы и соответственно потихонечку будет возобновляться турист туризм как таковой международный у многих людей возникают сразу вопросы как нам быть что делать с билетами если мы сейчас лететь не хотим соответственно авиакомпании сейчас начинают выдвигать разного плана предложения того чтобы можно было без проблем без каких-либо удержаний комиссий делать переносы на другие на более поздние даты проскочит инфа по аде да мы зададим вопрос александру и по аде и по state of trends которые должны быть в москве в июле месяце если у него какая-то новость информация или нет соответственно антолд на данный момент он не отменен по ассоту тысячному возможно александр с нами поделится какой-то информацией что-то сможет нам рассказать антолд пока не отменен собственно сага фестиваль был перенесен с июня месяца на сентябрь месяц так что мы все ждем сейчас каких-то новостей собственно александр и с радостью ответит на все вопросы которые у нас есть которые у нас возникают александр приветствую нашу привет привет всем да и сегодня рад видеть слышать слушай много у нас сегодня будет вопросов ждут от тебя люди инсайтов инсайтов по фестивалям по площадкам видно тебя прекрасно в той космической студии домашней прям не нарадуясь каждый раз смотрю красота вот те кто не знает александр попов собственно как кратко пробегусь по его биографии не задавая ему глупых вопросов которые он уже рассказывает 15 лет он 7 лет увлекся музыкой 18 лет окончательно сформировался уже как артист музыкант в 12 лет он понял что он хочет стать диджеем 18 лет определил себя как транс диджея сам он родом из саратова собственно вот мой первый наверное вопрос саш как ты считаешь в голландии есть бреда в которой сейчас хотят сделать аллею славы такую диджейскую потому что бреда считается таким чуть ли не меккой таких талантов и больших артистов вот у нас на данный момент получается саратов три больших артиста вышло из этого города это зэд это арти это ты вот соответственно как ты считаешь у вас воздух какой-то особенный или как чем-то это располагает инфраструктура потому что но нет вопросов это там питер москва да там очень близко находится и скажем так и артистов много приезжает и европа близко и интернет там раньше появился но вот там смоленск саратов то есть откуда в этих городах появляются таланты надо я думаю сразу все-таки внести небольшую поправку что артема арти родом из города энгельс это город энгельс да находится напротив саратова но все-таки формально ну и официально это отдельный город хотя по сути оба населенных функций существует как единое пространство и постоянно друг с другом через мост взаимодействует я не знаю с чем связано то что именно в саратове но появляются имена и кроме меня за до артема есть еще немало талантливых ребят которые сейчас делают я считаю очень неплохие успехи выпускаются на больших лейблах а можешь озвучить такую давай ребятам сделаем рекламу поддержим российских артистов ну например мой хороший друг коллега миша китон миша китон ага он выйдет очень скоро на армаде и вошел состав новой компиляции армана бюрена и стоит в транс 2020 этот парень уже почти десять лет занимается музыкой уезжал там на несколько лет китая резидентством занимался очень крутой талантливый джокей ну и я считаю не менее крутой сам продюсер много ребят из близкого окружения артема артия продолжают заниматься музыкой издают тоже там на достаточно крупных лэбах свои релизы проект мави с амкей ну конечно это не такие громкие имена но это ребята которые тоже все-таки имеют достаточно неплохую музыкальную историю с чем связано то что вот именно в саратове и там смоленске например там своем китюнс шаков сложно сказать наверное появляясь одно имя она все-таки как-то может быть вдохновляет тех людей которые живут рядом потому что с артем например получилось так что в самом начале моей карьеры мы через питерского общего знакомого как-то узнали друг о друге и там начали обмениваться сэмплами каким-то там в целом инсайтами по созданию музыки и это тоже наверно помогло и артема не отлично при этом саш скажем так впервые это засветился на армаде это 2009 год когда тебя наконец-то увидели заметили и армен стал запускать твой революшн 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 да это 2010 год соответственно вот ты можешь сказать это все таки была удача или это уже был просто пик вот такой упорной постоянной многолетней работы и копился 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 бэкграунд выстраивалось звучание нарабатывалась скажем так техника нарабатывалась профессионализм свой стиль вырабатывался и вот к этому моменту он уже отточился или это все-таки удача истечения обстоятельств я думаю что все-таки это больше да намерение строить профессиональную карьеру которая у меня на самом деле сформулировано было только там 2010 даже ближе там 2012 году я в период с 2005 по 10 11 12 даже год активно занимался больше работой промоутерской то есть я сделал фестивали достаточно крупные положи я представлял бренд казантип и мы каждый сезон делали больших сумасшедшие фантастические припати на несколько тысяч человек в том числе в саратове в пенде волгограде а пример артема как раз мне показал что все таки лично для меня интереснее и перспективнее развивать себя как артиста как диджаке и он показал что принципе независимо от географического положения если ты делаешь хороший материал у тебя есть все шансы влиться в профессиональную индустрию и занять там свое место то есть мы можем сказать что все таки тебя на то чтобы стать прям супер профессиональным диджеем вдохновил не армия новомбера на тиеста как ты говоришь в своих интервью а все таки это был земля корня ребята с точки зрения музыки да артем свенки тунс там hard rock sofa вот те проекты которые на тот момент далее очень крутые результаты они показали что ну в общем человек который все возможно тому чтобы да получить какой-то результат он этот результат получает в принципе там ну только своим трудолюбием качеством своего материала я очень плотно с 2010 года засел именно за музыкальный продакшен то есть до 2010 года я ну скажем так постольку поскольку писал музыку я много времени тратил там вот эти вот ивенты уже конечно пошли какие-то гастроли много я там по россии уже успел объехать за первые три года 2007 года у меня первый релиз 2007 года но надо понимать что все таки тогда совершенно все иначе было и один там громкий релиз на зарубежном лейбле ну относительно громкий там ланг допустим транс сцена он мог уже дать возможность по российскому артисту получить гастроли внутри российского рынка и вот проект о которых мы сейчас говорили они показали то что кроме российского рынка есть потенциал в том чтобы географию расширять и на международный рынок и вот 2012 году первое у меня зарубежный гастроли стоят а куда поехал саш это была джакарта столица индонезии то есть все таки не кармин в нидерланды нет в нидерланды я поехал через полгода на встречу по подписанию первой большой нашей сделки точнее почти сразу короче там получилось что я приехал да и мы подписали контракт на альбом и на эксклюзив чуть больше чем через полгода я попал на первые ассот точнее при припаде ассот это было в мадриде там мы первый раз и познакомились встретиться отлично саш давай немножко откатимся обратно в твою юность да и начало твоей карьеры ты в интервью тринадцатого года шестнадцатого года высказывался о том что у тебя все таки нет профессионального музыкального образования и то что основное основной результат который ты получил это за счет того что ты получал сам осваивал определенные навыки компетенции и получал сам прокачивал какие-то скиллы соответственно вот как ты считаешь нужно ли в россии вводить профессиональное диджейское образование или именно образование как современного музыканта и продюсера музыкальных школах музыкальных высших учебных заведениях и если нет то ты можешь перечислить какие-то там я не знаю 35 10 soft skills hard skills которые нужно качать человеку который хочет стать профессиональным музыкантом не обязательно диджеем но который вот именно хочет писать создавать музыку и творчески развиваться я хочу обратить внимание что на самом деле я семь лет музыкальной школы закончил то есть говоришь что совсем у меня нет музыкального образования не совсем высшего прошу прощения высшего музыкального образования нет несмотря на то что у нас саратове родном городе консерватории есть в общем достаточно плохое высшее учебное заведение но сложилось так что да не пошел я туда закончил технический университет о чем в общем то не жалею потому что да все что касается создание современной музыки особенно танцевальной музыки это то что на сегодняшний день достаточно сложно где-то в каком-то учебном там заведении получить в виде профессиональной программы это а тем более уж тогда там 10-15 лет назад это это вообще не было интернета даже не было потом есть сейчас не татуриалов и видосов этих которые сейчас в огромном открытом доступе на ютубе есть этого ничего не было вся информация передал передавалась буквально из уст куста и несколько каких-то там формах типа там кубейс точка ру где какие-то там основные можно было для себя вопросы прояснить и поэтому музыканты они осваивали все методом тыка так называемым это то что в общем и по сей день чаще всего можно встретить среди даже молодых продюсеров которые делают актуальную современную музыку сегодня потому что интерфейс становится все более интуитивно понятными технологии дают все больше возможности создавать законченный продукт как можно быстрее в 2007 году ты должен был собирать там практически всегда все полностью там и отдельно бочки отдельно хлопочки все это смешивать сейчас если у тебя есть желание сделать это быстрее ты можешь чуть ли не половина готового трека взять так называемый construction kits или на сервисе splice.com скачать мелодию какую-то и и там чуть-чуть поменять интегрировать уже как основу трек поэтому технологии они только упрощают процесс технических созданий музыки и говорить о каком-то профсоюзе или профессиональном музыкальном образовании которое бы было актуально отвечал всем современным тенденциям по крайней мере в россии я думаю вряд ли стоит то есть отдельные какие-то частные курсы мастер-классы для того чтобы например получить начальные навыки работы с интерфейсом чтобы не тратить первые два-три месяца на тыканье мышкой ноутбук можно пойти до любую там продакшн-школу диджей-школу у нас например в москве проект nice music который запустили два года назад и сократить время изучения это ваш проект это проект моего товарища Владислава Дудаев я помогал запускать я по-прежнему помогаю с этим проектом и сейчас пока карантин пока ничего не работает но я думаю что уже с июня возможно восстановится обязательная деятельность поэтому если у вас есть желание приходите спасибо саш если этот самый можно там потом напишешь ссылочку мы под видео разместим информацию помимо технических моментов какие-то еще навыки и компетенции необходимо человеку для того чтобы стать музыкантом то чего не дает высшее образование то есть понятно что музыкальная школа она тебе дала вот эту вот базу базу понимания музыки построение музыкального ряда как складывается мелодия тональности и так далее то есть это необходимо да для того чтобы писать свою музыку музыкальная школа она упрощает да какие-то основные навыки технические с точки зрения нотной гранты так называем то есть базовую гармонию ты уже понимаешь какой от какого строить мелодии у тебя там проще пальцами играются на виде клавиатуре но если человек есть музыкальный слух самое главное таланта какой-то внутренний на то чтобы создавать идеи когда музыка звучит как это в голове есть слух принципе так или иначе человек сможет это занести в компьютер либо с помощью миди клавиатуры либо даже с помощью мышки многие артисты если вы посмотрите мастер-клавдой маус например они не используют клавиатуру просто прям собирают в пиано-роли то есть ну как как нотную как раньше нотами писали теперь вот мышками из кубиков собирают готовой мелодии аккорды и таких примеров немало поэтому музыкальное образование это очень хорошо это очень помогает но это не во-первых не гарантирует что вы напишете крутую музыку если вы закончили даже 7 лет музыкальной школы вторых без этого в принципе можно обойтись если есть музыкальный талант внутренний спасибо саш скажи пожалуйста теперь возвращаясь к армаде после того как ты с ней подписал контракт на эксклюзиве и до момента как создал свой собственный лейбл вот этот период что вот этот эксклюзивный контракт он тебе ну по сути дал потому что очень многие артисты они стремятся засветиться на лейбле соответственно с кем-то подписать контрактинг на самом деле это дает какой-то трамплин скачок или это не является прям обязательным условием для того чтобы стать супер знаменитым и популярным я думаю что это в любом случае упрощает путь если речь идет о хорошей крупной компании но рекорд лейбл armada music все-таки зарегидающих себя бренды уже тогда в двенадцатом году тоже один из лидеров мировой национальной музыки так ответим где территориально я в городе москва в своем доме в студии и армада на тот момент очень активно занимался продвижением новых имен на трансцену подвижение в целом транс музыки и да мне повезло что вот в этот период я попал в ростер в 2013 году они даже сформировали свое booking агентство армада booking которое дал возможность сразу активную гастрольную деятельность тоже начать потому что под крылом армады с помощью их менеджмента первые большие туры пошли у меня вот по сути с их подачи и с их помощью и австралия и азия многие европейские большие фестивали 2013-15 год вот так активно под гидой и флагами армады музыки достаточно плотко плотно откатал а потом наверное достаточно сильно произошел такое изменение в музыкальной политике лейбла были выпущены несколько больших реально супер хитов вспомните lost frequencies i with me например супер хит то есть треки которые стали для лейбла такими золотыми телятами принесли огромные деньги и армада вышла на рынок глобальной популярной музыки а так как транспрогрессив музыка все-таки более нишевая история соответственно все что касается этих направлений немножко отошло на второй план ну и такая тенденция по сей день сохраняется и только увеличивается то есть как любая большая крупная рекорд компании коммерческой организации они стремятся получить выше прибыли а выше прибыли это рынок популярной музыки рынок родиной музыки и этой музыки сейчас уделяют больше поэтому армады 2013 году армады 2020 года все-таки разные компании даже по масштабам по концепции по музыке саша скажи пожалуйста вот на данном этапе ты как можешь охарактеризовать свой стиль свое уникальное звучание которое ты все-таки нашел но у тебя периодически меняется но все равно это остается такой достаточно жесткий некоммерческий формат не прогрессив соответственно вот как ты его можешь прямо охарактеризовать жесткий я бы откровенно говоря сам никогда не применил к своей музыке хотя время от времени встречаются какие-то более быстрые да и более фестивальные работы в 2014-15 году это были медленные но более фестивальные работы но я думаю что главным остается интересное мелодическое гармоническое содержание музыки то что мне лично самому с творческой точки зрения всегда интересно то что можно проследить практически самых первых этапов творчества revolution new single который в общем был такой отправной точкой для большой транскарьеры до там релизов тех которые сейчас выходят подавляющее большинство это музыка с на мой взгляд неплохой мелодикой гармониями очень часто с отсылкой формат классической музыки ходами из эпохи ренессанса я последнее время вот сейчас стараюсь как раз новый материал делать снова в таком своем классическом звучании конечно было много экспериментов ответвлений были там у треки которые на радио играли там с играми руденко мы делали в начале десятых годов прям откровенная поп музыка там со свенки чунс мы сделали трек 110 ударов в минуту вот один из последних синглов на who afraid of one create он такой почти фестивальный писать транс больше то есть конечно эксперименты это нормально я считаю и для любого творческого человека ну стоять на месте писать абсолютно одно и то же там тем более на протяжении больше чем десяти лет мое понимание это крайне скучно вот идентика то которая есть это все-таки такое интересный мелодичный звук с достаточно мягким скраплением синтезаторов которые обычно люди которым по крайней мере долго слушать материал говорят что ну блин это сразу попов сам мне приятно согласен скажи пожалуйста у тебя очень много коллабораций с иностранными знаменитыми вокалистами при этом у тебя был опыт я потому что не нашел информации чтобы у тебя был опыт с кем-то из российских вокалистов и с чем это связано интересный вопрос кстати слушай правда на самом деле у меня нет ни одного вышедшего коллаба с российскими артистами хотя попытки были да мы делали трек с яны квартеп достаточно классный из питера вокалисткой еще совместно с матисом по-моему тогда даже без садко просто там с юрой сани точнее типа как коллаб но в итоге как-то не дошло это дело до финального релиза вокал обычно в вокале есть проблема в произношении то есть на этих speakers они но носители языка не сразу слышат наш русский про нанс и не очень рады этому поэтому все попытки которые были они чаще всего заканчиваясь тем что лейл гейл слушайте ну все классно давайте вокал поменяем а скажи пожалуйста саш вот есть достаточно сейчас много смелых коллабораций когда используется не только английский вокал используется например испанская португальская либо вообще там майянская или или как полно таких примеров да и даже армин сделал он с водой на румынском получается на языке поэтому может папара отправить в космос какой-то трек с российским вокалом у меня есть такие идеи и предпринимаются попытки мы на самом деле сейчас на карантине активно начали творческое такое сотрудничество с моей супругой сленой она делает очень неплохие песни больше таком поп-жанре и все это было таком на любительском уровне а сейчас задумались что блин ну почему там как у дениса кенза например супругой делают проект много было совместных трек вот сейчас один трек у нас уже почти закончен и ну может быть в этом году мы тоже выпустим представим на русском языке не знаю пока будем пробовать и на русском но пока сделано на английском и это будет наша как раз очередная попытка ну русскоязычный вокал не найти в спикер представить в треке потому что с украинскими вокалистами у меня уже неоднократно были коллабы и с натальей джои мы выпустили уже два трека и сейчас еще новую музыку готовим потому что ну несмотря на то что она не найти в спикер в принципе ее произношение и вокал устраивать все лейблы она сделала немало очень классных транс треков но при этом русского языка ты пугаешься потому что тебе не нравится как он звучит или ты думаешь что это все-таки политика я думаю что что да для транс музыки английский намного намного как-то более органично вписывается это музыка достаточно достаточно мелодичная и протяжный мягкий акцент английского языка он значительно коррект корректнее вписывается чем русский язык хотя попытки русского транса случались еще начале двухтысячных радиотранс есть такой проект ну был точнее космонавта они там делали немало песен на русском языке и какой-то там успех был филатфак и корресосы вы знаете на проект сейчас на самом деле имеет тоже свою предысторию в транс музыки как проект сам фикшен филатов и соловьев они тоже делали музыку но на сегодняшний день и единственный трек в котором есть русские слова трансовый который ппк ппк резурэкшн там мы можем космические переговоры на космонавтом на русском языке это да александр скажи пожалуйста соответственно в 2017 году вы запустили свой первый ну и на данный момент твой основной лейбл это интерплей соответственно переводе на русский что означает взаимодействие правильно вот смотри взаимодействие соответственно скажи пожалуйста саш вот идея которая была при его создании да то есть что что замотивировало его создать и цели которые были и трансформация этих целей идеи ценности как-то произошла или вот как вы в семнадцатом году курс взяли и собственно вы его же и придерживаетесь и никаких метаморфоз у вас в идеологии не произошло ну а это в первую очередь платформа для издания моей музыки музыки моих коллег друзей которые близки мне с точки зрения по звучанию по своим идеям за три года существования лейбла выпустили уже больше ста треков и основной изменение которое произошло в двадцатом году то что с этого года интерплей стал полноценной независимой компании потому что он запускался как саблэйбл armada music один одно из подразделений которые в общем полностью управлялся и технически осуществлял деятельность с помощью армады а теперь это полноценная уже независимая компания которая всю деятельность и все решения самостоятельно принимает и у нас по музыке сейчас большое количество интересных новых работ с апреля мы активно начали выпускать новый материал и готовим много очень классных треков для релиза отлично а какие еще у тебя есть проекты которыми ты сейчас занимаешься и над которыми собственно работаешь у меня основной сейчас фокус на студии я пишу много нового материала подумываю о релизе альбома может быть на конец этого года либо на следующий год порядка десяти новых треков готова и но два из них ближайшее время выйдут которые в состав компиляции армина если этот раз 2020 трек с трейдер сайт с вокалом от голландский украинский карри и трек с арадским моим товарищем другом не что называется elements закончили почти работу над треком с наташей джои над новым сделали почти уже мы трек новый с рубин дерон дом который партнер армина по радио шоу ну и много других еще интересных процессе сейчас треков вот не буду все карты раскрывать кое-что на я сегодня сыграю вот как раз хотел спросить после твоего выступления на стейт оф трэнс 950 февраля ты обозначил что у тебя планируется выпуска альбома или на конец этого года или на начало следующего и собственно вот сейчас вся эта коронавирусная история на как помогает освободила время для работы над этим либо появилась куча других забот задач и никак не повлияло но да естественно времени на студию теперь значительно больше потому что вся гастрольная деятельность на стопе причем ну достаточно продолжительность и почему не продолжительность достаточно продолжительный срок это все еще будет поэтому все что можно сделать сейчас это продолжить работу над своими проектами мы активно перезапустили лейбл подтянули немножко соцсети мы сейчас реализуем некоторые идеи новые надеюсь в ближайшее воскресенье на регулярной основе запустим уже стримы будем делать вот вот юля как юля как раз пишет что делай почаще трансляции своей студии одну только провели трансляцию хочу просто это как-то все запаковать сделать максимально интересно хорошо вот буду отмечать трехсотый выпуск радио шоу интерплея в первой плане июня я думаю что и студии тоже обязательно с антрактивом ну и самое главное доработаю над большим количеством нового материала пробую разные там эксперименты творческие как и классический транс там так и вот более актуальными сегодня момент жанра типа мелодик каус мелодик техно поэтому честно говоря до времени даже сейчас свободного еще меньше стало чем это было до карантина это да саш скажи пожалуйста вот недавно буквально смотрел интервью макс фадеева о том что он сейчас разогнал всех своих артистов и свои перезапустили они свой лейбл и там они выстроили политику что они не заключают вообще контрактинга со своими артистами исполнителями и все у них выстраиваться скажем так на таком на доверии и ну скажем так на таких на договоренностях да то есть если людям интересно работать то они с ним работают и чтобы не контрактинг ничего не было обременением вот у вас ваша работа она как выстраивается то есть это все таки жесткий контрактинг или вы все вот больше такие дружеские и я думаю что до последнее время все таки больше идет тенденция к тому чтобы быть гибче в индустрии и истории с эксклюзивами ну по крайней мере в моем случае она немножко отходит на второй план то есть музыки становится с каждым днем все больше ситуации изменяется все быстрее поэтому для лайблов какие-то длинные долгосрочные истории уже становятся менее на мой взгляд но и в целом для молодых артистов появляется большое количество альтернативных вариантов продвижения потому что много особенно поп музыки кейс можно увидеть когда артист просто выложив трек куда-нибудь в контакт вдруг просыпается ну если незнаменитым то уже понимая что этот трек реально там слушают уже миллионы людей особенно успех гангам стайла да радует ну я бы наверное здесь привел пример иман бека есть из казахстана такой диджакео я слышал ремикс на saint john's на roses он играет из каждого тюга это ну из наших ближайших соседей наверное за первые за 15 лет за последний первый такой реально супер мега хит то есть у чувака ремикс билборд чарте в фантастический успех и это ну чисто органически вот пошло так что просто выложил в к своим там друзьям ста эти 100 дальше другим ста и вот пошло 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 пока этот неофициальный ремикс и не приметил кирилл джам очень крутой талантливый менеджер мой коллега который занимается он увидел успел вовремя все это оформить согласовать с автором основным saint johnson и уже выпустить официально и монетизировать да слушай саш мы с тобой заболтались уже 36 минут нас остается буквально 25 минут на эфир поэтому давай пять минут прям блиц вопросы от людей и от тебя я еще хотел узнать немножко про фестивале да вот создание музыки создание музыки для российской аудитории для азиатской аудитории для европейской аудитории для американцев это имеет значение то есть разница в звучании есть или музыка не имеет языкового скажем так и национального какого-то национальных особенность определенный имеет моем личном представлении на практике я это смог увидеть когда поехал по разным странам работал живую с разной аудитории и особенно последние годы можно наблюдать сильные большую разницу между например китайским рынком с которым неизвестно что сейчас конечно будет после этого коронавируса но тем менее там там до двадцатого года было крупнейший рынок вообще для и дм музыки вот они скажем немножко застряли например в 2015-16 году даже может чуть раньше по прежнему очень актуально big room звучание вот это вот фестивальная долбежная тема резиденты играют музыку вырезая даже яма то есть там всю ночь клубе звучит только бочка и максимум какой-то разгончик и все как бы кайфуют всем нравится в америке рынок совершенно разноплановый многогранный там может тебе место найти и bass house проект и транс проект и большие огромные крупные фестивали в европе все больше сейчас на андеграунде на техно в россии вообще пока непонятно что есть что будет но скажу достаточно разнопланово зависимости от графического саш как ты думаешь что должно произойти в россии для того чтобы у нас культура музыкальная культура культура электронной музыки да не только транса в принципе культура электронной музыки начала подыматься в каком-то из интервью семнадцатого года ты сказал что на данном этапе у нас в россии спад и скоро будет подъем вот как ты считаешь у нас до сих пор еще спад или мы уже оттолкнулись 1 и мы уже идем на подъем вот к сожалению данный сегодняшний день наверное с моей точки зрения приходится констатировать что мы вот где-то там внизу и вся эта ситуация сейчас коронавирусом она тот намечающийся легкий оптимизм который только только вроде как-то по чуть-чуть начал проявляться в виде очень локальных маленьких каких-то ивентов которых там болоте фонарёв начал говорить например в конце прошлого года он сейчас к сожалению пока совершенно не ясно куда дальше двинется и если экономическая ситуация будет ухудшаться то конечно вся эта история с фестивалями с клубами станциями она по-прежнему станет на паузу ну и можно только надеяться и верить что это немножко как во всем так и в музыке расчистит поле того что есть сейчас и даст пространство для того чтобы новые интересная танцевальная музыка в россии все-таки тоже стала более востребована как это у многих западных стран ну вот лично мой оптимизм на эту тему это что все-таки сейчас у нас снимут карантин но границы будут закрыты и люди изголодавшись по музыке и насмотревшись сейчас кучи лайва и большинство сейчас артистов музыкантов запустили лайвы и все-таки вся эта пандемийная история она может помочь и выступить как раз трамплином то что во первых люди будут вынуждены обратить больше внимания на российские какие-то площадки на российские команды на российские группы мне собственно сами российские команды и российские артисты немножко сфокусируются на внутреннем рынке и из этого может произойти что-то хорошее хотелось бы в это и для диджеев внутренний рынок почти совсем исчез его заменили проекты из века разные нового модно испеченные репторы на там полгода на год они получили какую-то там локальную известность проехали забыли появился следующий в общем это тот рынок который был занят диджакемия 5-7 лет назад площадок и аудиторию он сменился новыми артистами и наверное как я всегда говорю это во многом еще и все-таки недоработка на самих артистов он как там пишут что нам в чате что транс диджеи сидят никто их не знает ну а туда в какой-то степени правда потому что мы такая нишевая сцена тут другая эстетика я всегда лично сравниваю электронных музыкантов например с джаз музыкантами то есть нас какая-то своя субкультура которая достаточно ограниченная но при этом имеет лояльную и понимающую аудиторию и особенно приятно на мероприятиях встречаться с людьми которые знают музыку а на больших фестивалях таких как трансмиссии где все эти люди массово собираются в крупных городах получать эту невероятную энергетику потому что единение музыкой которую знают немногие но те кто знает и любит скажи пожалуйста саша вот если касаться тема фестиваля ты сейчас затронул трансмиссию вот на твой взгляд с точки зрения атмосферы да какой фестиваль ты считаешь ну вот лично для тебя был самым таким топовым именно по атмосфере не по количеству людей там не по цене а вот именно по атмосфере по настроению я всегда вспоминаю про феномен который называется казантип и это бренд и мероприятие с которым меня связано очень много теплых воспоминаний на мой взгляд вот именно там создавалась какая-то совершенно уникальная атмосфера какое-то электричество витал в воздухе свободы и вся эта концепция идеи которые продвигались что независимое музыкальное государство она реально какую-то магию творил с людьми 24 на 7 тусовка огромное количество самой разной музыки на любой вкус и выбор эти сумасшедшие длинные сеты когда ты мог там встать в 4 утра и закончить в 10 это все очень незабываемо и да к сожалению на сегодняшний день ну по крайней мере в рамках снг навряд ли это можно повторить в ближайшее время ну вот из тех мероприятий которые проходят сейчас что-то можешь порекомендовать для посещения не только в россии в мире вообще вот для поклонников транса хорошего транс звучания я про северную америку говорит это dream state фестиваль крупнейший в северной америки с хорошим лайнапом очень крутым продакшеном последний раз два года назад в сан-франциско играл и был очень прощение уровнем фестивале в европе есть фестиваль transmission то есть у нас трансмиссия там именно transmission это родом из праги сейчас проходит уже и в австралии фестиваль в азии они уже поехали то есть тоже крупный сильный бренд с хорошим лайнапом там давно не выступал последний раз лет пять назад но там судя по картинкам отзыв коллег очень крутое тоже мероприятие ну и конечно estate of trance это в общем основной на сегодняшний день бренд в мире транс музыки это всегда супер крутой продакшен ну ты сам все видел да что слышно про ассот который должен быть в июле в москве есть какие-то инсайдерские новости информация как вы может быть видели я даже репостнул в инстаграме себя армин он говорит I don't know I don't know то есть вот собственно к сожалению конечно если объективно посмотреть на вещи 4 июля 99% что ничего не состоится потому что ну просто физически не успеют ну то есть пока нет никакого инсайда на сентябрь на октябрь куда его перебьют да с точки зрения официальных заявлений я последнее что видел что говорят о переносе на вроде бы да там в осеннее время вот ну лондон к сожалению уже увидели отменили я надеюсь что москву по крайней мере сохранят может быть на следующий год по мне было бы очень круто тысячные ассот про тысячные ассот ты что-то сожнаешь что они готовят или все пока втайне держится все очень втайне а тем более с учетом негативно развивающихся событий к сожалению я думаю что все там может меняться вот но будем оптимистами и будем надеяться что всех нас ждет большое-большое хорошо давай тогда пробежимся по вопросам зрителей времени у нас секунда поэтому задам только вопрос что с АДЕ какие то есть новости АДЕ состоится нет вроде октябрь месяц должно все быть тоже I don't know обычно да они уже там в мае и июне заявляют даты хотя бы ну не знаю ничего не знаю правда и я очень надеюсь что к этому времени уже да откроют границы и хотя бы локально как-то там в масках или уже может быть без масок все это произойдет Профессиональный вопрос когда выступаешь играешь в качестве ВАВ или МП3 320 принципиально это или нет? Лично для меня не принципиально некоторые коллеги мои диджаки там особенно в старой школе например Володя говорит что нет ни в коем случае надо ВАВ мы проводили даже специальный эксперимент на крутой акустике Function One не говорил что мониторной просто акустики студийной слушали качество 320 студийное спортивное и ВАВ и никто не смог определить поэтому для меня это не принципиально Окей там еще есть вопросы но у нас остается 13 минут нас с инстаграм отключат они не дадут нам сидеть дольше вот поэтому люди спрашивают можно ли тебе скидывать треки треки скидывать можно соответственно можно да интерплей активно сейчас ищет новый материал заходите на мой сайт александропов.ру там в разделе интерплей есть email musicsobaka.ru куда можно присылать и промо и демо ну лучше демо мы в основном нацелены на законченный качественный музыкальный материал готовый к изданию Саш и скажи пожалуйста вот в завершении нашего с тобой диалога не хватило даже да даже и 40 минут мало казалось бы кто вам нужен вот можешь обозначить кого вы сейчас ищете каких талантов каких людей продюсеров промоутеров дизайнеров то есть кто вот вам сейчас требуется в команду в поддержку для творчества для сотворчества ну лично вот мне в команду сейчас очень нужен человек который хорошо разбирается в системе стриминга это сейчас новое основное направление по монетизации музыки почти вся музыка из физических носителей и скачек на компьютер или устройство ушла на потоковое аудио основной ресурс в мире который эту функцию выполняет сервис Spotify в России пока он по-прежнему официально запустился соответственно найти специалиста по Spotify в России почти нереально но если вдруг кто-то шарит во всех этих стриминговых историях плейлистах мы очень-очень ищем такого специалиста Вокалисты спрашивают нужны? Ну вокалисты хорошие особенно авторы вокалисты которые сами создают топ-лайны пишут текст очень желательно на английском языке и его исполняют это всегда в цене поэтому если у вас есть какие-то законченные готовые песни с топ-лайном что студийно уже качественно записан вокал тоже можете присылать с пометкой по полу или кому-то например из артистов интерплей с кем вы хотите посмотрите спасибо тебе Саш за ответы ну что порадуем тогда наших зрителей твоим качественным звучанием осталось 10 минут отыграю тогда несколько своих новых треков которые выйдут в ближайшее время да спасибо тебе большое спасибо спасибо ребята всем кто был с нами спасибо 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 до новых встреч до новых встреч до новых встреч я Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА